Доброго времени суток! Сегодня я хочу с вами поговорить о вредителе белокрылка и о том, как я благополучно от нее избавилась. Мы выращиваем такие растения, королевская пеларгония, фуксию. Это именно те растения, которые белокрылка больше всего предпочитает и разводится на них всегда в очень большой колонии. Но и так как я эти цветочки очень люблю и не хотела от них отказываться, то на протяжении многих лет пыталась разными методами бороться с белокрылкой. Вплоть до того, что уничтожала ее вручную, но имея очень большое количество растений, это очень трудоемко. Но я думаю, все, кто пытался с ней бороться, знают, что никакие препараты, даже сильные, не берут белокрылку, не уничтожают ее при опрыскивании. Мы тоже испробовали очень много методов, вплоть до того, что забрызгивали всю теплицу дихлофосом по несколько банок, но это тоже не давало никаких существенных результатов. В этом году я наконец-то нашла методы борьбы с ней. Мне подсказала моя коллега, у которой тоже большая коллекция фуксий. Я добавила еще один свой метод, который нашла в интернете. Ну, в общем, с белокрылкой эффективно я поборолась. На данный момент у меня ее нет. Насколько вы знаете, что как только пригревает солнышко в теплице, если у кого-то тоже есть коллекция фуксий или королевских пеларгоний, то белокрылка в этот период очень активно начинает размножаться. Очень много появляется новых молодых насекомых, от которых потом вообще очень тяжело избавляться, как только наступает теплая погода. Вот так вот выглядят сильно зараженные растения, когда популяция белокрылки уже очень большая, и в этот момент от нее практически уже невозможно избавиться. Ну, в этом году, как я уже и сказала, я наконец-то нашла действенный способ, который работает, потому что я проверила его на своих растениях. Я вам сейчас демонстрирую то, что в данный момент на фуксе у меня белокрылки уже нету. Я с ней эффективно поборолась. Этим методом я хочу поделиться с вами. Как же избавиться от этого вредителя? Я избавляюсь от него при помощи полива. Растворяю химикаты при поливе, это октара, в воде. Но концентрация, нужно брать концентрацию совсем другую, не такую, как указано для опрыскивания, а намного больше получается. То есть получается, пакетик стандартный, в котором идет октара, это 1,4 грамма. Она разводится ни на 10 литров воды, ни на 8, как указано в инструкции. Я развожу этот объем октары на 2 литра воды. На растения это никак не сказывается. То есть я поливала уже октарой фуксию зимой 2 раза. Это в начале зимы был первый раз. И вот сейчас я ее поливать буду, буду вам показывать. То есть растения растут хорошо. Они не реагируют на эту химию. И чем мне нравится еще октара, то что она не имеет запаха. Она очень эффективно борется с вредителем, но запаха она не имеет. Вот я вам сейчас показываю, что фуксия в данный момент уже подсохла у меня. Если у вас есть растения фуксия, она перелива не любит, вы это знаете. Поливаю я ее только в тот период, когда она уже просит. В данный момент нам пора уже поливаться. Я вам демонстрирую. Вот у нее нет такого бодрого состояния. Листики немножко подвялые. Это говорит о том, что она уже хочет пить. Сейчас мы вместе с вами будем готовить раствор, которым мы будем ее поливать. При поливе октарой я как бы не теряю момента. Так как растения в зимний период сохнут медленно. В теплице прохладно. Поливается она где-то с периодичностью раз в три недели. И каждый раз в зимний период я при этом вношу удобрения. Поэтому при поливе я сейчас буду добавлять не только наш препарат, но и удобрения. С вами подробно рассмотрим, как я делаю раствор для полива, для подкормки и для уничтожения этого вредителя. То есть результат, как я вам уже показала, он дает хороший октара. Вредителя у меня на данный период нет. Хотя, как я и говорила, в этот период я всегда уже носилась и с ней не знала, что делать. Так как приходилось уничтожать руками. Так как растения дорогие, коллекция эта дорогая. Но белокрылка от нее никуда не денешься. Если в зимний период в прохладе она замирает, не так размножается. Но весной это начинается очень активное размножение белокрылки. И в этот период приходят самые большие проблемы с ней. Вот что мы будем брать с вами. Я беру удобрение, кормлю ее плантофолом 20-20-20. Для того, чтобы она не только росла, но и уже готовилась к бутонизации. Многие у меня фуксии уже в бутонах. На ведро воды я ложу столовую ложку этого удобрения. Добавляю туда хелат железа. У меня вот готовый раствор. Я вам потом расскажу в ближайших видео, как я делаю концентрат хелата. Чтобы каждый раз его не разбавлять с лимонкой. Октары на ведро воды я ложу 7 грамм. Вот у меня здесь есть такая мерная для октары стопочка. И я насыпаю. Здесь 10 грамм у меня показано. Но чуть больше половины, чем 10 грамм я ложу. Вот смотрите, не доходя до 10 грамм. Как раз это где-то 7 грамм получается. На ведро воды такого количества октары я ложу. Будьте очень внимательны. Октары сейчас очень много подделок делают. Если по цене она у вас. Пакетик получается дешевле 8-10 гривен. Не стоит она, а стоит дешевле 5-6 гривен. То это подделка. Еще на что обратите внимание. Что если у вас октара хорошая. И вы разбавляете ее в такой концентрации. Как я сказала. Но получается на 10 литров воды. 7 граммов. То вода будет пениться. Как вы видели у меня в видео. Это говорит о том, что у вас оригинал. Вот этим раствором хорошо мы его вымешиваем. И я поливаю теперь все свои фуксии. Полив стандартный. Сейчас я немножко пройдусь. И еще раз немного столько же налью. Этим же раствором я поливаю свои королевские пеларгонии. Деток, которые вот укореняются. Уже которые начали укореняться. В ближайшем видео я покажу вам. Мы укореняли с вами королевскую пеларгонию. Покажу как она сейчас выглядит. Будет еще видео по прищипке пеларгонии. Тоже верхушечные макушки я укореняла. В данный момент я их поливаю. То есть все растения, которые склонны к поражению белокрылка. Я поливаю этим раствором. Еще один момент. Полива этого раствора хватает на 2-3 месяца. То есть 2-3 месяца белокрылка не поражает потом. Ну конечно все зависит от степени заражения. Но полив не при каждом поливе. Дальше какой способ еще я сюда же к себе подкрепила. Я беру таблетки от мух. Которые избавляют от мух. И раскладываю. У нас в теплице есть труба горячая. По которой идет горячий воздух. Она у нас раскаленная. Когда отапливается теплица. Вот я раскладываю эти таблетки по трубе. По всей длине теплицы. И они тоже влияют. И тоже как бы аппетит у белокрылки взрослых особей прекращается. Вот так они у меня лежат на таком расстоянии. Ну где-то метра два. Расстояние между ними полтора метра. Вот так вот. Можно ложить их. И после того, как я полила растения октарой. Я еще раз раскладываю таблетки. И результат меня очень радует. Очень существенный. То есть я в данный момент не жалуюсь на белокрылку. Хотя уже очень тепло в теплице. Но ее нету на тех растениях, которые я пролила. В данный момент я вам демонстрирую таблетки, которые я использовала. Но вы можете брать любые таблетки. Но только от мух. Не от комаров, а от мух. Способ, который я вам предложила. Он, конечно, немножко затратный. Но я хочу вам сказать, он себя вполне оправдывает. То есть результат он дает хороший. Поэтому я рекомендую вам. Пользуйтесь тоже. Уничтожайте белокрылку. Тем более нравится мне то, что не нужно опрыскивать растения. Распылять эти химикаты в комнате. Если у вас растения находятся в комнате. А просто вы поливайте. И метод этот хорошо работает. Я его проверила. Он действует. Белокрылки у меня нету. Поэтому желаю вам тоже от нее благополучно избавиться. И выращивать свои растения. Доводить их до цветущего состояния. И радоваться им. До новых встреч в новых видео. В ближайшее время буду выкладывать много видео. 8 марта меня, конечно, немножко выбило из строя. Ну, ничего. Будем... Сейчас буду выкладывать вам прищипку пиларгоний. Укоренение макушечек. Они уже с корешками. Я продемонстрирую вам, за какой период они укоренились. До новых встреч в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока. Укоренение макушечек. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...